Вот уже второй месяц, как дети средней школы номер 18 питаются по новой системе. Это одна из школ Беларуси, которая вошла в пилотный проект Министерства образования по оптимизации школьного питания. Больше овощных салатов, фруктов, расширился и ассортимент вторых блюд. А все для того, чтобы и родители были удовлетворены питанием своих детей, и детям нравилось. Скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего из меню нравится? Ну, шашлык, блинчики. В принципе, ну, мне все нравится, но в частности вот эти два блюда. Мне, как и большинству учащихся нашей школы, очень понравились блинчики с творогом. Также особое внимание хочу уделить тому, что у нас появились новые разнообразных салаты. Все, как я люблю. Мне очень понравилось. От школьников такое услышать большая редкость. А значит, разработчики, технологи, реализаторы проекта на верном пути. Напомним, что в конце прошлого года Министерством образования был разработан проект, цель которого – усовершенствовать питание детей в школах. Потребность в разработке и проведении этого пилотного проекта очевидна. Она связана с тем, что необходимо совершенствовать питание учащихся, учитывая возрастные предпочтения, изменения диетики, правильного употребления пищи. Все эти изменения разрабатывались в комбинатах школьного питания по согласованию с санитарными службами. Качественное питание, которое разработано по всем нормам, питание для детей – это, конечно же, большое подспорье к качественному образованию. Говорится, можно поставить знак равенства. Если дети качественно питаются, значит, у них будет полноценная энергия, значит, у них будет знание, потому что качественное питание, качественное образование равно. У нас разработано технологами, специалистами двухнедельное примерное меню, которое мы обязаны придерживаться, наши повара придерживаются этого меню. Стало намного-намного разнообразнее в связи с введением новых условий организации школьного питания. Появились новые блюда, конечно же, завлекают это детей. Различные варианты, не просто однообразная котлета, а различные варианты рубленые котлеты, котлета с морковкой. Конечно же, дети очень предпочитают такие блюда, как блинчики, пельмени, шашлыки. Это, конечно, все привлекает. В обновленном меню шашлыки, блинчики, запеканки, ризотто – все то, что нравится школьникам. А для этого был проведен соцопрос среди учеников и их родителей. Благодаря таким нововведениям увеличилось и количество питающихся детей. Из 600 учащихся школы 450 посещают столовую, что не может не радовать. Отправляя детей в школу, родители могут быть уверены, что дети будут накормлены здоровой, полезной, полноценной пищей. Меню нравится детям, они очень рады, всегда благодарят нас. К основному меню больше добавилось разнообразие фруктов, овощей, соки, фрутата с сыром, ризотто. Сегодня в меню фритата с сыром. Название незнакомое, а вкус блюда очень даже. Это всем знакомый омлет, только с сыром. Блюдо оказалось таким же вкусным, как и его вид. Все зависит не только от таланта поваров, но и от оборудования. В этом учебном году в средней школе номер 18 был построен и введен в эксплуатацию новый пищеблог. Это современная техника, все новое, от ложки до поварешки. На протяжении, сколько существует школа, нам 61 год, у нас было привозное питание. И поэтому важность этого вопроса, именно свой пищеблог, это, конечно, очень-очень здорово. Это оценили на сегодняшний день уже и сами дети, и их родители. Конечно, очень приятно слышать, когда дети, родители восхищаются сегодняшним питанием, потому что это уже не привозное, это свое собственное, как говорится, с пылу с жару. Мы можем отметить параконвенкомат, который облегчает как работу повара, так и приготовление блюд, сохранение всех полезных веществ и сохраняя форму блюда, приготовление. И он очень удобен, так как можно отлучиться, и он сам на таймере отключается. Как бы это очень удобно. Малышей, привыкшим к кашкам, малашкам и пюрешкам, теперь приучают к более сбалансированной еде, полезным для пищеварения салатом. Какое самое любимое блюдо? Сейчас подумаю. Котлета с гречкой и с огурцом. А может быть еще что-то есть? Может это и одно блюдо? Какое еще? Курица. Ну, курица обычная, жареная, с гречкой. А вот салатики ты такие любишь? Да. Часто кушаешь? Бывает какой-то я не ем, бывает какой-то я ем. Какой-то ешь, а какой-то нет. А вот суп вот сейчас у тебя в тарелке нравится? Угу. Или какой-то другой больше? Нравится. Нравится? Угу. Смесь ешь? Да, постараюсь. Хорошо. Значит, проект, который экспериментально введен только в половине школ Бреста, нужное, а главное полезное дело. Виктория Гапутина, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова